Рамки Икеи Рамки Икеи Есть еще большие размеры На сайте, в принципе, все это можно самостоятельно увидеть Ну что, давайте начнем Начнем постепенно Ну, как бы по нарастанию, да, по цене Самая бюджетная серия Вот такие вот рамки Ванкива Дерево, стекло Сейчас мы все вскроем, покажем Вот такая рамка сейчас в Икеа Нижний Новгород Стоит всего 17 рублей Ребят, честно, я не помню таких цен Мы уже полных 8 лет катаемся в Икеа В самом начале, когда мы начинали Были рамочки по 15 рублей То есть, с учетом роста цен Ценник уронили, ну, дальше некуда Значит, рамка у нас полностью деревянная Сейчас я вскрою упаковку Размеры у нее есть разные Это самые маленькие 10х15 И самая большая 40х50 Есть 13х18 21х40 Рамка очень популярная Заказывают ее у нас изготовители всевозможных украшений Оформители Потому что все-таки Гладкое дерево можно оформить под себя, как удобно Значит, смотрите Здесь стекло полноценное Не орг, стекло обычное И вот сама рамочка Фактура дерева Дерево зашкуренное гладкое Но есть переходы То есть, тут вот такие вот моменты Не идеальные стыки Вот здесь, допустим, идеально состыковано Здесь вот такая вот дырочка Поэтому эти рамочки Такой вот хендмейт Если вы хотите доработать ее Привести в состояние под себя Это оптимально Значит, с обратной стороны Здесь у нас картон Вот такие металлические хвостики Как во всех рамках Соответственно, рамку можно Либо повесить, либо поставить И вот такой вот бумажный хвостик Вот так это ставится И вот таким образом у вас получается Стоящая рамочка Серия Ван Кива Рамка из массива И элементы картона Кстати, если вы хотите ее подвесить Здесь вот такие вот хвостики Не получается почему-то у меня их достать Сейчас попробуем Значит, все хорошо отодвигается Значит, вот таким вот образом Вы отгибаете краешек Сейчас я поставлю все обратно Вот оно, стеклышко Хорошее полноценное стекло Все как обычно Сразу ставят за следы Я считаю, что за такие деньги Рамка идеальная Дешевле я нигде не встречала Вставляем все на место Закрепляем все хвосты И вот такая вот у нас дырочка То есть за нее мы, в принципе Вот получается Вот за эту часть Мы подвешиваем рамку на стену Серия Ван Кива Начинаются они все с размера 10х15 Следующий по ценовому диапазону Идет рамочка Толзби Она уникальная В чем уникальность? Она, во-первых, в единственном размере Ее нет ни больше, ни меньше Она в одном цвете на данный момент Раньше были разные цвета Эта рамочка только напольная Сейчас я раскручу Покажу Она вот на таком основании И рамочка у нас двухсторонняя То есть можно поставить два изображения И пользоваться Вскрываем пленку Значит, вот у нас основание Мы его вкручиваем Хорошо Здесь уже оргстекло Еще учитывайте вот такие моменты Это уже нюансы Хочу о них рассказать На всех икеевских рамочках У которых есть оргстекло Идет вот такая защитная пленка С изображением Много раз к нам обращались наши клиенты С просьбой, что нам делать Мы купили рамочку Мы вот эти следы убрать никак не можем Сейчас вот покажу на другую камеру Ребят, здесь вот тонюсенькая Тончайшая пленка Вы ее аккуратно Иголочкой, пилочкой Чем-то остреньким, тоненьким Подсыпаете И вот так снимаете Объясню почему Сейчас снимать не буду ее Но вот такая пленочка С двух сторон Аккуратно подцепили, сняли Смотрите, значит Вот каким образом работает Вот эта рамочка Вот у нас я все из нее убрала То есть вы вставляете фотографию И потом закрываете ее Вот таким вот образом И потом вот так Рамочка Толсби Стоит 99 рублей Так вот она выглядит Двухсторонняя Сейчас пока в одном цвете Раньше были синие, красные, желтые, оранжевые Но, к сожалению, пока их вывели из ассортимента Очень надеемся, что икеюшка нас услышит И введут обратно эту рамочку в разных цветах Так, следующие рамки Это серия Фитсбу Размер у нее идет от 10х15 до 50х70 50х70 у нас в городе очень любят художественные школы Они каждый год их заказывают в конце учебного года на выставку Пока вскрывали рамочку Выяснили, что на протяжении многого времени Долгого времени мы считали эту рамку пластиковую Во-первых, она очень легкая Аккуратно сделана Но сейчас вот почитали состав На задней части То есть эта вот информация вся вот здесь содержится Это ДВП Причем, пока сравнивали Оказалось, что белые и черные рамочки сделаны в Польше Розовые и голубые сделаны в Китае Тем не менее, то есть вроде бы кажется одна серия Но изготовители, даже странные изготовители разные Так, здесь точно такое же оргстекло, как в предыдущей рамочке Поэтому обязательно снимаем защитную пленку Так, вот у нас сама рамочка Хочу показать вам ее внутреннюю часть То есть то, чего вы не увидите на сайте И в принципе не увидите в магазине Потому что это все в упаковке Вот у нас это ДВП Крашеные Местами вот такие вот непрокрасы есть Их видно В принципе, здесь все ровно, аккуратно Когда вы делаете заднюю стенку Задняя стенка тоже из картона Как в предыдущих рамочках бюджетных Это все прячется, становится незаметным Но смотрите, то есть вот здесь задняя стенка Она у всех Она покрашена в черный цвет То есть она выглядит уже более добротно И крючки у нее Вот видите уже, если мы смотрели бюджетную рамку Ван Киева Там просто такое тоненькое Здесь уже поплотнее сам вот этот вот картон Хвостик уже по-другому сделан Здесь уже металлические штырьки Он просто отгибается Соответственно, от цены тоже зависит Да, есть самые бюджетные рамки Если нужно много оформить И там сделать под себя Но они все-таки отличаются исполнением Так, упаковываем обратно беленькую Ну, кстати, вот Ван Киева И вот это вот, фиксболь Это самые популярные рамки Которые мы возим в Саранск Остальные рамки тоже заказывают Но не так часто Так, идем дальше Шиповозрастающие Следующая серия Это рамки Риба На данный момент Они остались в ассортименте в двух цветах И, кстати, на них сейчас скидка В Океан Нижний Новгород На момент съемки апреля 18-го года Данная рамочка вместо 169 рублей Как указано на сайте Стоит 119 рублей То есть 50 рублей Вы спокойно можете сэкономить Цвет у нас черный и белый Размеры разные У Риба есть шикарная квадратная рамка К сожалению, наличия пока их нет Поэтому привезти не смогли Рамка 30 на 23 на 23 Ее очень часто используют Для каких-то поделок Ракушки, цветочки вставляют Объясню за счет чего Даже пока она не распакована И видно Очень толстая вот эта вот ширина То есть разгон у края большой В нее можно положить в эту рамку Что, давайте вскрывать, смотреть Сразу посмотрим, что у нас это Значит, состав у нас ДВП, пленка, защитный слой полистирол Паспарту, бумага То есть здесь уже металлические крепежи За что вешать То есть такой вот из картона крючок Вскрываю Ну, как и с предыдущими, да Вскрывать будем один цвет Сейчас я вам покажу ее толщину Посмотрим, что у нее внутри Заглянем во внутренний мир рамки Риба Данная рамка очень популярна У нас ее почему-то очень любят фотографы Которые оформляют фото-выставки Стенды в своих фотостудиях Ну что, мы вскроили ее Давайте смотреть Вот такая вот у нас рамочка Вот здесь вот Все покрашено, да Ну вот как бы шовчик Вот этот его все равно видно Он не идеально заделан Тоже оргстекло Тоже защитной пленкой Обязательно нужно снять Так, смотрим теперь Заднюю часть Вот хочу параллельно показать у белой Белой тоже она в черном цвете Сейчас я открою И покажу Что внутри Вот здесь уже такой листик ДВП? ДВП? Такой вот листик ДВП То есть уже не картонка Он более прочный Металлические крепежи Для того, чтобы повесить Хвостик уже вот этот Отгибаемый полноценный Причем он как бы На петельки на такой Ну вот То есть уже ничего не оторвется Убрали Отодвинули Как вам надо Ну, соответственно Отсюда и цена выше Да, за рамку По сравнению с предыдущими Которые мы смотрели Вот сама рамка Ее толщина О чем я вам говорила Что в эти рамки Часто делают какие-то экспозиции То есть перемещают Вот эту часть сюда Хвостики здесь уже хорошо Пропилены, вставлены Ну, в принципе Огрехов я не вижу Вот Внутри Да, конечно Такая пылька небольшая есть Сделано все аккуратно Рамочка сама по себе легкая И за счет вот этой вот Толстой боковой стенки Уже смотрится более так Массивно Защитный слой Паспарту Кстати, к этой рамочке Уже прилагается Когда изображение Поменьше вставляете Собираем всю конструкцию Обратно Большие размеры Если хотите ознакомиться Например, рамка вам понравилась Решили приобрести Заходите на сайт Вбивайте название В поисковик Допустим, просто Римба Фоторамка Либо заходите Во все фоторамки Которые есть В Икее Так, вот Что-то я собрать не могу Паспарту у нас бумажное Получается, сначала У нас идет защитный слой Орг-стекло Не до конца Отогнула листочки Нужно все до конца Полностью отгибать Потом у нас идет Листочек Нет Потом у нас Паспарту идет И задняя крышечка Ребят, расскажите в комментариях Какими икеевскими рамками Вы пользуетесь Почему именно они Я ради интереса Лично для себя Когда в детской стене Оформлялись фотографиями Я смотрела для себя Цены в других магазинах Мне не понравилось Почему-то Икея предлагает Меньший ценник Более высокого качества Я не говорю сейчас Как представитель службы доставки А как обычный человек Который покупает Такие товары Для своего личного использования То есть вот такую рамку За 119 рублей Я в Саранске не найду Именно в таком исполнении Дальше у нас будут уже Рамки из более дорогих серий Начать хочу Вот с такой новинки Называется Ховста Представленная она В трех цветах Есть еще черная Но к сожалению в нижнем На момент нашей поездки Были только большие Большую не особо удобно В форматах обзора Показывать в офисе Поэтому мы взяли Классический коричневый И черно-коричневый Разного размера Вот такая вот рамочка 10х15 Стоит 169 рублей 13х18 В черно-коричневом цвете Стоит 199 рублей Вскрыть я хочу обе Чтобы показать вам фактуру Потому что в отличие от других рамок Если там черный, голубой, розовый Его видно Здесь рамка С имитацией под дерево Поэтому фактуру Вот эта слоистость Ее нужно увидеть Значит изготовлена У нас данная рамка В Китае Сейчас посмотрим другую Откуда к нам она приехала Тоже из Китая Здесь ДВП Защитная пленка Защитный лист Полиэтилен Паспорту бумага Внутренние рамы Полистирол Задняя стенка Подставка для рамки Деревянные панели Акриловая краска То есть уже другие материалы Отсюда и ценник повыше По той информации Которая у нас есть Рамки Рипа потихоньку покинут Предыдущие Про которые мы рассказывали И их начинают заменять Вот эта вот серия Ховста Одна из новинок Которая постепенно приходит Кстати многие спросили Показать разницу До того как я сейчас Дальше начну рассказывать Обе рамки 10х15 Во-первых разница в размере Ее видно невооруженным взглядом То есть Ховста меньше Где-то по полсантиметра С каждой стороны И Ховста тоньше Но если Рипа просто гладкая У Ховста вот этот вот Рельеф дерева То есть когда вы оформляете стену В определенном цвете Вы подбираете рамку Либо к полу К потолку Не важно к мебели Рамки из такого вот дерева Когда всю структуру видно Они более интересно смотрятся Но это мое личное мнение Поэтому смотрите сами Информацией мы с вами делимся Так значит задняя часть У нас точно такая же Как у Рибы Такая же петелька Такие же металлические Крепежи Сейчас я ее открою Покажу вам Что у нас внутри будет Кстати вот Открыла да Два хвостика Нет не выходит Обязательно нужно открывать Все хвостики Не зря их столько Так Инструкция Внутри у нас Вложена В паспарту И смотрите Какая Пленочка То есть вот она Вот защитная пленка И еще дополнительно Внутренняя рамка Кто знает Скажите в комментариях Для чего она нужна Ну я надеюсь Что вы Оставили комментарий Досмотрели для этого места И мы решили все-таки Рассказать вам Для чего же нужна Вот такая вот Вкладная рамка Явно это не транспортировочное что-то Не просто так ее положили Нам даже производитель Показывает Что мы можем делать То есть у нас есть Несколько способов Того как мы можем Положить изображение В данную рамку Во-первых У нас есть паспарту То есть мы можем Ограничить Пространство в пределах рамки Мы вставляем Защитный слой Дальше мы Идем паспарту И Используем это В качестве фотографии И дальше делаем То есть мы Близко положили Да То есть вот прям Вот край рамы Уже здесь у нас То есть изображение Максимально близко К краю рамы Можем сделать это Без паспарту Получается то же самое Если мы добавляем раму До того как положим Изображение Положили рамку Тут ее не видно Кстати Как бы рама Так и есть Дальше мы берем Нашу фотографию И она у нас Получается Идет по краю Мы ее фиксируем Мы ее фиксируем Вставляем все части И у нас получается Изображение как бы В глубине Вдалеке от нас Тут несколько Способов использования То же самое Можно сделать Добавив паспарту То есть уменьшив изображение И так С любой рамой Из этой серии Теперь мы давайте С вами откроем Черно-коричневую Сейчас эту соберем Все на место Установим И я вам покажу Фактуру У черно-коричневых рамок Кто уже пользуется Данной серией Расскажите Плюсы и минусы Нравится Не нравится Потому что все-таки Рамочки Это на эти рамочки Новинка И их еще пока Не так активно Приобретают Мы это уточняли И у продавцов В магазине Как-то людям Попривычнее Что ли Те рамки Которые уже давно В ассортименте Они с ними знакомы Но новинки Пока еще так вот Беру Но не так активно Так Покупываем на место Теперь давайте Просто по цвету Посмотрим Черно-коричневый Функционал Все то же самое Независимо от размера Рамка у нас 13х18 Стоит она 199 рублей На момент съемки Значит Смотрите Вот у нас Фактура Тут такой Тоже рельеф Дерево То есть Все это видно Так же Как и на коричневый Но здесь уже цвет Такой Как более старшее поколение Любит говорить Цвет венги То есть Такой насыщенный Коричневый оттенок Так Это были Рамки ховста Идем дальше Рамка Силу Вера Хойда Изготовлена Она в Польше Вот такая вот Она серебристая Даже Через Упаковку Хотя она у нас Давно Полежала на складе В офисе Рамочка Прохладная Давайте смотреть Из чего она сделана Сама рама ДВП Пленка Защитный лист Полистирол Полиэтилен И паспарту Бумага Не знаю Откуда эффект Такого холода Сейчас мы ее распакуем И посмотрим Это рамка 13х18 Я к сожалению Не смогла найти Меньшую рамку 10х15 Стоит она На момент съемки 149 рублей В Нижнем Новгороде Частенько бывает Акция Ну рамка В металлическом цвете Поэтому Если там В таких вот Цветах Интерьер Очень хорошо Она подходит Ее почему-то Не почему-то Вообще Ее очень хорошо Со светильниками Орстицы Читают Там как раз Металлическое основание Да Это крашеное Но вот почему-то Краска Такой вот эффект Создает Прохлада То есть рамочка Очень Сама рамка Прохладная Значит Вот такое Вот у нас Серебро Классическое Я бы сказала Серебро Овальные края То есть Это уже Другая форма Соответственно Цена Другая у нее Давайте смотреть Что у нас С обратной стороны Видите уже Да То есть У более дорогих Серий Идет Вот такая Вот петля Я вам На рамке Риба Ее показываю И вот такие Вот металлические Хвостики Чтобы подвесить Сейчас мы Ее вскроем Посмотрим Что у нее Внутри Прячется Так Вкладной Такой Нет То есть Используется Она у нас В одном направлении Вот Внутренняя часть Защитную пленку Не забываем снимать Все хорошо Ровно Добротно Никаких непрокрасов Сколов Я ничего не вижу Мне вот эта вот Рамочка понравилась Как-то особо На нее Честно За все время Не обращала внимания Заказывают Ее и заказывают Так Возвращаем ее В исходное Рамка Также В разных Размерах Рамка Если заинтересовала Пожалуйста Заходите на сайт Смотрите Можно использовать С паспорту Без паспорту Как вам удобно Закрываем Следующая рамка Это серия Кнопбэк Изготовлена тоже В Польше Она белая Но не кипельно-белая У нее есть оттенок Вот маленькая рамочка На момент съемки Стоит 129 рублей Большие рамки 13 Побольшего размера 13 на 18 Тоже стоит 129 рублей По Икея Фэмли Поэтому Такие вот скидки Порядка там 50-70 рублей Они часто бывают Значит Если мы Используем Паспорту То Изображение У нас получится 8 на 12 Если мы Паспорту Не используем То у нас Получается 10 на 15 Вот этот оттенок Не кипельно-белый С такой сероватой Прожилкой Здесь уже углубление Здесь уже другая форма Такая вот рамка Задняя часть Как у предыдущих Экземпляров Как я понимаю Все остальные рамки Уже из более дорогих серий Они будут идти Вот с такой Вкладной дощечкой Так Это у нас инструкция Саму паспорту Паспорту У всех рам Бумажная Поэтому хотите Используйте Хотите нет Давайте смотреть Внутренности То есть Вот ее толщина Она сантиметра С небольшим Вот здесь вот Вижу сразу То есть Не прокрасы Сколы То есть Получается Когда собирали Проявили неаккуратность Здесь вот Как бы она так Снаружи Она красивая Ровная А с внутренней стороны Вот эти вот Сколики Все-таки Их видно Ну если Влага никакая Попадать не будет То я думаю Рамочка долго прослужит Что мне не нравится Вот эти вот края Если у предыдущих рам Они как-то вот Ну более аккуратно Что ли Склеены Это вот Рибу для примера взяла Здесь Как будто Сколы Что-то подранное Ну возможно Просто такая вот рамка Как бы не совсем Удачная попалась Поэтому обращайте Пожалуйста Внимание Вот на такие моменты Чтобы сюрпризов Не было Ну стандартная Защитная Защитная пленка С двух сторон У нас У этого стекла Так Паспарту на место Убираем Так Идем дальше Вот такая Золотистая красотка Рама Версериум Очень шикарно Она будет сочетаться Со светильниками Серии Барометр Тоже на нашем канале Скоро ждите Обзор такой Давайте ее смотреть 249 рублей Она стоит на момент съемки Размер у меня в руках 10 на 15 Изготовлена данная Рамка в Китае ДВП Пленка Защитный лист Полистирол Полиэтилен Паспарту То есть в принципе Все так же Как и у всех Но смотрится уже По-другому Размеры разные Рамка уже интерьерная То есть подойдет Не под каждый интерьер Это нужно учить Снимаем Защитную Полиэтиленовую Пленку Вот сама Рама Аккуратно Особенно у кого ногти Я еле-еле С ножницами Справляюсь Кстати Обзор у нас Длинный По рамкам Поэтому Смотрим По частям Я думаю Информация Это полезная Особенно Если вы заказываете Не глядя Чтобы было понимание За что вы отдаете Денежку Так Давайте смотреть Внутри Вот это Золотинка Все идет Везде То есть По всей поверхности Здесь Кстати У этой рамки Даже крепеж Другой То есть Везде Просто Маленькая Тоненькая Скобочка Хотя Примерно Одинаковая Она просто Скрыта То есть На других Ее видно А здесь Все это Внутри Фактура Очень приятная Такая Вот она Красивая Мне нравится Ну конечно Она своеобразная Мне под каждый Интерьер Подойдет Так Защитных Каких-либо Перегородок Здесь нет На одну Тонкую Сторон Только Используется Ничего То есть Дополнительно В нее Не вставить Кроме Фотографии Рамочка Такая Глубь Сама рамка Большая А глубина У нее Тоненькая Так Обратно Вот Хвостики Обратно Уже Хорошо Закрепляются У нас Осталось Еще Четыре Рамки Кстати Рассказывала Я про серию Кнопок У нас Есть еще Черная Рамка 13 на 18 Стоит Она 169 рублей Сейчас Я вскрою Вам покажу Фактуру Хотя В принципе Вот Ну не видно Здесь ничего Она просто Гладкая Не дерево Я думаю Даже вот так Через пленку Ее видно Ни фактуры Рисунка Никаких прослоек Ничего Просто Черная Классическая Рамка Так Еще У нас Три серии Еще Одна Золотая Рамка Серия У нас Называется Силверхойден У нас Силверхойдена Не было Случайно В серебре Да У нас Был Силверхойден В серебре Вот Такая Же У нас Золоте Тоже Тоже Холодная Рамка Сверсериум Хорошо Будут Сочетаться Давайте Покажу Потому что Часто Просит Показать Как это Вместе Выглядит То есть Здесь Получается Более Такое Светлое Здесь Более Темное Золото Но я думаю Они вместе Вполне Добротно Смотрятся 149 рублей 10 на 15 Так Рамка Масеба Одна Из Самых Дорогих Рам Большая Рама 60 на 90 Стоит 1700 Самая Маленькая Рамка Стоит 249 рублей Давайте Смотреть За что Просят Такой Ценник И Стоит Ли Оно Того Рамка У нас Изготовлена В Польше Рамы И внутренние Рамы ДВП Пленка Защитный Лист Полистирол Ну В принципе Все То же Самое Как И у Других Рамок Ничего Нового Скрываем Вот Такой У нас Хвостик Как У всех Предыдущих Рам Ребята Оставляйте Комментарии Полезны Ли Вам Вот Такие Обзоры Они Получаются Длинные Много Времени Тратится У вас На Просмотр У нас На Съемку Интересно Ли Либо Все Дальше Поверти 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 Мое Мнение Что Такое Тоже Нужно Потому Что Когда Заказываем Дистанционно Нет Возможности Лично Посмотреть Так Заднюю часть Я вам Показала Изображение Паспарту И Вот Такая Вкладная Рамка То есть Раму Можно Использовать В четырех Форматах С паспарту Без паспарту Далеко И близко Глубина Довольно Таки Глубокая Рамка Давайте Сравним Ее С рибой По толщине Так Думаю Более Наглядно Чем На весу Тем не менее Риба Оказывается Толще Но Смотрите Вот У данной Рамы То есть Более Покатые Углы Нет такого Она не такая Нет Не такая Квадратная Да То есть Она Более Сглаженная Рельеф У нее Более Приятный Очень Хорошо Видна Прослойка Дерева То есть Весь рисунок Все это Видно Но Я думаю Эта рамка Стоит Этих Денег Потому что Я вот Каких-либо Огрехов У этой Рамы Не увидела То есть Рамка Сделана Вполне Достойно Собираем Ее Обратно На данный Масеба Только в одном Цвете Вот такой Подбеленный Дуб Раньше Были другие Цвета Но вот На данный Момент Пока Подается Только Такое В нижнем Уточняли У девчат Продавцов Из отдела Оформления Сказали Что будут Ждите То есть Они еще Не покинули Ассортимент Просто пока Нет наличия Здесь Главное Ставить На Мед У меня уже С правой стороны Такая гора Из рамок И пленки И последняя Рамка Это серия Ховст Она тоже Представлена Как риба В разных Размерах Есть И квадратные Для того Чтобы делать Возможные Экспозиции С этой рамой У нее тоже Я думаю Будет сейчас Вкладная рамка За счет толщины Посмотрим Из чего Она у нас Сделана Так Сделали ее В Китае Рама у нас ДВП Пленка Защитный лист Полистирол Внутренние рамы Тоже полистирол То есть В принципе Как допустим Риба Она сделана Все то же самое Только отличается Она у нас Цветом Ну и ценой Размер 13х18 На момент Съемки Стоит 199 рублей Ребят Давайте не буду Вскрывать Внутренность Я имею ввиду Потому что В принципе Все то же самое Хочу рельеф Показать Вот она такая Вот гладенькая Но прослойка дерева У нее присутствует То есть Вот эту прожилку Деревянную У нее в принципе Видно А так Все то же самое Обзор Получился длинным Я надеюсь Что мы вас Не утомили Вам понравилась Та информация С которой Мы с вами Поделились Она будет Для вас полезна При выборе Рам Для своего дома Не забываем Подписываться На канал Оставляем Комментарии Всем спасибо И до новых встреч До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok